Это Вести утро Карачаева Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь-гроза. Днем в отдельных районах сильная дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14,19, в горах местами плюс 8,13, в днем плюс 26,31, в горах местами плюс 18,23. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременная дождь-гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17,19, в днем до плюс 30 тепла. В спорткомплексе юбилейном прошло чествование заслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Турнир по вольной борьбе в честь 80-летия известного наставника посетили немало его воспитанников, в том числе победители и призеры самых престижных соревнований. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Стартовавший в спорткомплексе юбилейном турнир по вольной борьбе не был отборочным на крупнейшие соревнования по этой олимпийской дисциплине. Однако интерес к нему оказался ничуть не меньшим, чем к состязаниям с участием лучших мастеров ковра. И это неудивительно, ведь главным виновником торжества в спортзале Черкеска был человек, под руководством которого занимались многие известные далеко за пределами Карачаево-Черкесии борцы. Заслуженному тренеру России Юрию Меликерову исполнилось 80 лет. О нынешнем директоре 6-й городской спортшколы с теплотой вспоминают его ученики. Первое место сегодня. Легко завоевать, надо, говорит, удержать. Тогда я не понимал этого, но сегодня я в полной мере понимаю, что нужно было приложить усилия, терпение, чтобы прийти к большим результатам. Если говорить именно о его жизни в спорте. У него другой жизни, по-моему, не было, кроме как в спорте. Сколько он себя помнит в спорте, сколько мы его помним в спорте. Он величайший организатор. Прозанимался с 78-го по 93-й год, 15 лет отдал. Вот Якубыч, это второй отец. Он нас всех воспитал, всех вырастил. Некоторые из бывших воспитанников Меликерова затем вошли в его тренерский штаб, чтобы вместе готовить спортсменов к новым победам. Один из них – мастер спорта Алексей Смирнов, который знаком с Юрием Якубовичем около полувека. С первых тренировок в полуподвальном помещении. Я когда заканчивал свои спортивные выступления, Юрий Кубович предложил. Он говорит, не хочешь на тренерской работе поработать? Я заканчивал пединститут карачаевский. Ну, я с удовольствием принял предложение. И тогда было еще СПТУ-3, это на Комсомольце, где сейчас академия располагается. И был такой необорудованный спортзал, без условий, как сейчас, вообще без ничего. Он сказал, Гарт Алексей, попробуй. Если вот я увижу, что у тебя что-то получается, я тебя заберу в школу Олимпийского резерва. Сейчас мы единомышленники, сейчас мы коллеги. И с большим уважением и с большой такой мужской, человеческой любовью отношусь к нему, как к старшему, как к наставнику. Очень интересный, душевный, внимательный к своим ученикам, к своим друзьям человек. И сегодня праздник спорта, праздник борьбы. В такой день сами соревнования отошли на второй план. На первом, разумеется, именинник Юрий Якубович Меликеров. Его многолетний труд был отмечен почетной грамотой Совета Федерации, орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией, другими ценными подарками, а главное, вниманием и уважением его воспитанников и коллег. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире.